Здравствуйте! Мы студентки Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Кирютина Ксения и Светлана Дзербунова. И сегодня мы хотели бы продолжить эстафету «Вечный огонь победы» и представить сюжет об Александре Алексеевиче Кончине. Имя Александра Кончина, ушедшего добровольцем на фронт с 4-го курса Сепстрина, когда вспыхнула война, увековечена в книге Героев Советского Союза и на памятнике фронтовикам-сепстриновцам перед главным корпусом ГАСУ-Сепстри. Родился Александр Кончин в Костромской губернии в семье рабочего железнодорожника. Окончил 7 классов общей школы и Ивановский индустриальный техникум. Затем поступил в Новосибирский строительный институт. Мечтал стать инженером, когда началась Советско-финляндская война, вступил добровольцем в Красную армию, а в 40-м вернулся в институт. Был отличником, именным стипендиатом, мастером спорта по лыжам, имел первый разряд по плаванию и парашютному спорту. Не случайно именно в честь Александра Алексеевича названа легкоатлетическая эстафета, ставшая традиционным мероприятием празднования Дня Победы в МГАСУ-Сепстри. Когда началась Великая Отечественная война, с 4-го курса ушел добровольцем на фронт. В сентябре 1941 года направлен военное училище в Подольске, а уже в октябре в связи с критической ситуацией подольские курсанты в срочном порядке отправлены на передовую. Коммунисту Кончину присвоено звание «младший политрук», и он назначается на должность военного комиссара роты. С июня 1942 года в частях воздушно-десантных войск участвовал в боях на Дону и Волге. 18 августа в бою за высоту 87 в районе озера Цаца в рукопашной схватке Кончин лично уничтожил 5 гитлеровцев, но и сам был ранен. Его подобрали санитары и отправили в медсанбат. В части же его сочли погибшим. И в представлении о награждении заместителя командира роты младшего политрука Кончина Александра Алексеевича орденом Красной Звезды говорится о его гибели. В госпитале Кончин находился до декабря. Летом 1943 года был направлен в военно-политическое училище, где прошел ускоренный курс обучения, после чего старший лейтенант Кончин добился отправки на фронт. С апреля 1944 года он воевал в составе 266-го гвардейского стрелкового полка в должности заместителя командира батальона по политической части. Его батальон участвовал в боях в районе Террасполя, оборонял Днестровский плацдарм, затем левый фланг Белорусского фронта. Бои под Ковелем в освобождении города Люблина и концлагеря Майданик. В июле 1944 года за прорыв обороны противника западнее Ковеля капитан гвардии Кончин получил ранение, но оставшись в боевых порядках, добился выполнения боевой задачи, за что был награжден орденом Красного Знамени. В январе 1945 года батальон Кончина вышел к реке Варта, около Познани, в Польше. Была поставлена задача форсировать водную преграду. Обнаружив переправу, немцы открыли минометный огонь. Тогда Кончин переправился на западный берег и организовал прикрытие переправы. Затем во главе переправившегося батальона ворвался Вайсенбург, выбил оттуда немцев и организовал оборону. Днем противник семь раз переходил в контратаку, но все они были отбиты. Тем временем через реку переправилась вся дивизия. Это обеспечило успех ее дальнейшего наступления на Познань и кюстринскому плацдарму на Одере. За этот подвиг 31 января 1945 года Александру Алексеевичу Кончину присвоил название Героя Советского Союза. Прорвав оборону противника на Зиеловских высотах, части 8-й гвардерской армии устремились к Берлину. 24 апреля начали штурм городских кварталов. Битва шла за каждый дом, каждый этаж, подвал. 27 апреля на подступах в Тиграртену во время штурма опорного пункта рядом с Кончином разорвался фаустпатрон. От полученных ран он скончался. За героизм и мужество в этих боях капитан Кончин посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Александр Кончин похоронен в польском городе Познань на мемориальном кладбище Цитадель. В центре Познани стоит обелиск, увенчанный звездой, недалеко от которого надгробный камень плита с именем Героя Советского Союза, капитана гвардии Кончина Александра Алексеевича. Такой огонь победы зажег мой университет. Передаем студенческую эстафету «Вечный огонь победы» Новосибирскому государственному педагогическому университету.